Приветствую, друзья! Хочу вам показать книгу. Это книга про нас. Лев Мелехов. Знаковые фигуры нашей эпохи. А здесь написано Хасаю навсегда брату-другу. Ну вот, я вам хочу сказать, что знаковые фигуры нашей эпохи. Лев Мелехов гениальный фотохудожник. Не, 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 не художник. Он мне тогда сказал, не говори фотохудожник. Я, говорит, там ничего не поделал, а именно фотодокументалист. Да, да. Сейчас я ему пошлю это видео, чтобы он подтвердил. Это его фотография. Солженицына. Наверное, вы видели когда-то эти фотографии. Это Лев Мелехов снимал. Знаменитая фотография Солженицына. Ну, послушайте, что я скажу дальше. Почему я показываю эту книгу? Потому что Лев Мелехов выдающийся человек. Выдающийся это гениальный совершенно фотограф. Вот у него, например, тут такие фотографии. Вот Василий Аксёнов и Акуджава. Акуджава здесь. Да, мне так и не удалось встретиться с Акуджавой, потому что я ехал, ехал к нему, на даче был тогда, меня везла и на... Ну, потом расскажу как-нибудь. А это вот Василий Аксёнов, который был у меня в гостях. Он приходил ко мне в Центр защиты от стресса ещё на Таганке, когда я работал. с Майей, со своей женой, которая, она меня потом познакомила с Соретели. А я там на президиуме Академии наук потом доклад делал. Василий Аксёнов, ну, необычайно интересно, чем вы же знаете. Василий Аксёнов. А тут ещё вот, пожалуйста, какие фотографии. Ну, вы сдаёте, да? Конечно, вы сдаёте. Да. Так вот, послушайте дальше. Я вам ещё кое-что скажу, потому что это очень интересная книга. Ну, у него таких книг много, потому что это же Лев Мелехов. Так что вот, послушайте. Значит, вот здесь вот Толя Карпов с мамой. Это я познакомил с Толей Льва в своё время. И это Лев Иван сфотографировался с его мамой. А маму Толе я пять лет поддерживал. Я каждую субботу, воскресенье ездил, проводил её процедуры. Ну, вот столько лет поддерживал, пять лет. Так, друзья, дальше. Я вам покажу. А Толика я тогда познакомил с экипажем космической международной программы Марс-500. Да, потому что мне тогда мой шеф по диссертации, у меня два шефа было, один из них, значит, мне, Юра, он мне говорит, слушай, ты Карпова же знаешь, вот говорит, мне директор института медика биологических проблем, он сказал, говорит, вот они будут там сидеть, говорит, почти год, там, Марс-500 в изоляции, ну, чем они будут заниматься, шашки играть, там, или что, а я, говорит, директору сказал, я тебе приведу, чтобы ты Карпову привел, и пусть он научит играть в шахматы, ну, вот, и они встречались тогда, таким образом, я Карпову помог тогда на международный космический уровень выйти, а Карпов, ну, я не учился играть в шахматы, но мы дружили, дружили, потом перестали, по некоторым причинам, это не важно, все это не важно, но Лев Мелехов, он потрясающий фотограф, конечно, тут у него, ну, вы сами посмотрите потом такую книгу, здесь, конечно, и я, такой еще, совсем с трубкой, когда я еще курил трубку, молодую, да, а тут же и как раз-таки рядом, фотография знаете кого? Это руководитель реабилитационного центра Дикуль, Дикуль, ну, Дикуль там, ну, вы знаете, Дикуля, ну, у меня-то была травма шеи, и у него была травма, он поднялся, потом, там, такой, может, человек, реабилитацией потом занимался, но я, к сожалению, повредил спинной мозг, у него не было повреждений спинного мозга, поэтому он потом поднялся, а я не так и не смог потому что у меня там пластина стоит титановая, потому что когда я упал на головолете, у меня прямо врезался позвонок, спинной мозг, ну, вы знаете, что спинной мозг, это от него зависят все импульсы по организму, да, слава богу, у дико этого не было, так, потом я еще покажу вам, вот лев, лещенко, пожалуйста, лев, лещенко, тут, тут много, льва, фотографии, очень интересных людей, я вам хочу сказать, лев, конечно, я потом про картину свою скажу, потому что эта картина ему очень понравилась, я ему тогда говорю, ну, забери своим детям, он говорит, заберу, заберу, я так и не забрал, потому что, говорит, она мне очень нравится, но ты оставь у себя, потому что к тебе много гостей приходит, ты им показывай, ну, лев, молодец, хороший, я ему другую картину подарил, вопрос не в этом, а вот еще здесь Колесников, Колесников Академик, наш общий друг, который, вот он, здесь, Колесников, вот он, Сергей Колесников, он был депутат Госдумы, и он заведовал там здравоохранения СССР, да, Сергей Колесников, он написал в свое время о том, что он со мной познакомился еще много лет назад, когда я убедил молодых ученых СССР о том, что метод ключ очень хорошая вещь, и что я потом начал совершенствовать метод и применил его, внедрил во многих отраслях обороны промышленности и машинопроизводства и так далее, и так далее, а сейчас метод совершенствуется, он такой писал у меня, у меня там где-то было напечатано в брошюре, или отзыв, ну, мои друзья, так, я вам просто хочу сказать, что Лев Милихов, вот это его первое замечание, что я не фотохудожник, а фотограф, документалист, и он говорил о том, что самое главное найти точку, откуда снимаешь, чтобы снять так, чтобы раскрыть содержание фотографии, ну, вот метод ключ, метод ключ, это тоже подбор в себе таких действий, которые открывают вас, открывают вашу индивидуальность, и открывают ваше природное предназначение, как творца, открывают ваши ресурсные возможности, открывают ваши творческие способности, потому что каждый из нас, он уникален и незаменим, если он откроет себя, действительно, и многие болезни происходят, потому что человек не дает себе раскрыться, потому что такой мощнейший потенциал, который воспитан у него всей эволюцией генетического развития, требует разрядки, и разрядка это может быть только какая, либо линейная, когда ты там выругался, там вот агрессивный какой-то, или такая творческая, через сублимацию этой энергии, творческая, это же то, о чем мы будем говорить на вебинаре, соединять нашу детскую естественность с нашим взрослым, моим опытом, через метод ключ, через определенный алгоритм, и вот теперь послушайте еще одну минуту, очень внимательно, можете сесть для этого, академик углов, который прожил очень много-много лет, который оперировал хирург в 100-летнем возрасте, а он еще дальше прожил, ну вот он очень интересный человек, академик углов, его ученик, его ученик, меня с ним познакомил Геннадий Михайлович Колесников, с которым мы в Звездном городке делали модель работы с невесомостью, Геннадий Михайлович Колесников повез меня к этому ученику Углова, и мы туда приехали, а там было много-много людей, которые там хотели к нему попасть, потому что ученик Углова их тоже учил, чтобы они дольше жили, были здоровыми, счастливыми и прочее, ну я сел там на стульчике и он мне говорит, у тебя что-нибудь болит, я говорю, нет, у меня там особо ничего не болит, иногда тревожности бывают, там сосудистая дистония, там остеохондроз, ну как у всех людей, и он тогда взял, и вот здесь вот взял вот так вот пальцем, здесь только Айфм находится, и он взял пальцем, как нажмет, у меня же прямо искра из глаз, а после этого отпустил свой палец и мне говорит, вот теперь ты, говорит, будешь лучше себя чувствовать, наблюдать за собой в течение пару недель, и на самом деле, многие проблемы, которые у меня были, плохой сон, там, и ветеревожность избыточная, еще что-то, а исчезло, стал себя лучше чувствовать, и это не для того, чтобы вы так сделали, вы же не знаете как, не надо так делать, я просто говорю о том, что вот эта острая боль, она, как говорится, боль перебивается больно, все мои неприятности, они исчезли по сравнению с этим, и все в организме как-то отрегулировалось на некоторое время, я хочу сказать, что у нас кроме вот этих нажатий на точки, есть боль щадящие приемы, которые вот Ален там часто показывает, он покажет на нашем вебинаре, где мы будем играть в детскую игру, он покажет, как вот здесь вот делаются, ну щадящие уже, щадящие, без такой резкой, потом мы покажем там приемы повторяемой действии, повторяемые движения снимают напряжение, это моя формула такая, которая в мире давно уже стала народной песней, и еще идиомоторные движения, которые тоже снимают стресс и тоже за минуту выводят человека из состояния загруженности, бытовщины, от состояния какой-то рутины на состояние внутренней свободы, вот видите, четыре уровня, которые выводят острая боль, потом щадящие, потом повторяемые действия и левитационные приемы, вот четыре фактора, но вот это острое состояние у вас бывало и аналогии провожу, я, чтобы все совпало, все пазлы совпали, мне часто в нашей школе человек, будучи, хомофутурс, говорят, после того, как я вас послушаю, у меня все пазлы совпадают, поэтому за счет аналогии, я так объясняю, например, когда вы бежите, бежите, в ритм попали, вот повторяемые движения, снимают напряжение, в ритм попали, на автоматизм, на автомате бежите, и голова освобождается, и вы начинаете мыслить свободно, эти задачи, которые у вас были, вы можете их лучше решать, и еще, если в ритм не попали, вот там остро, тогда напряжение растет, растет, до крайней точки напряжения, до пика напряжения, это и есть острая боль, только в другой форме, и там спадает напряжение, вы уже бежите, у вас открывается феномен легкого дыхания, как говорится, легкость дыхания, дыхание на самом деле здесь ни при чем, что вы просто знали, я походу говорю, как специалист, это я вычислил, потому что у меня бабушка там на суде сидела, ее внука судили, а у нее было напряжение, напряжение, оно такое напряжение, оно росло, росло напряжение, вдруг какой-то момент, пик напряжения, и после этого она говорит, я сижу, мое тело вот так ведет туда-сюда, я, говорит, как бы покачиваюсь, как в люльке, и в это время такая пустота, и такое безразличие, такое состояние, освобождение, вот видите как, интересно, да, дыхание-то тут ни при чем, оказывается, просто там, когда оно с дыханием сопрягается, дает такой же эффект, так что пик напряжения в разных случаях сопрягается с дыханием, не сопрягается, или в нервном напряжении, когда вы работаете над чем-то, внимание, когда вы так сосредотачиваясь над чем-то, что-то хотите решить, какой-то вопрос, который вас мучает, у вас тоже пик напряжения, а потом он сбрасывается, и у вас такая лёгкость, и вы начинаете понимать, как решить вопрос, поэтому учимся сосредотачиваться, в школе нас учат сосредотачиваться, не отвлекаться, а на самом деле, после сосредотачения максимального происходит воскрепощение, которое можно получить и другим путём, например, вы сидите, пишите статью, сосредотачиваться, 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 не можете понять, как решить вопрос, или какую-то задачу решить, добавите туда вот это, добавите туда вот это, узелки на память, уши разомнёте, у вас освобождение, то есть вы помогли себе дополнительными мероприятиями, вот видите, теперь многие пазы сойдутся, и потом решаете вопрос. Да, и вот это, вне на картине, стоят на перепуте. Сейчас у нас состояние такой неопределённости, а я учу людей работать с неопределённостью, использовать энергию стресса для решения недоступных ранее целей, для достижения мечты, и вот они стоят на перепуте неопределённости. Что будет дальше? Видите, как это нарисовано целостно. Да, хорошая картина, правда? Я хочу, чтобы вы тоже, поскольку каждый из нас творец по природе, когда вы занимаетесь именно любимым делом и решаете какие-то вопросы, а чем больше любимых дел, тем лучше, как Мельехов, любимым делом занимается, поэтому гениально открыл у себя свои таланты. И если каждый из нас будет открывать свои способности, что мы и будем делать на нашем вебинаре, игра, тренировка, подбери ключ в себе, соединим наш детский ум и естественность с нашим взрослым мудрым умом и опытом по определённому специальному алгоритму, такого никогда не было. Ни в книгах никаких, ни в интернете, ни в какой стране мира. Это то, что мы создали. А потом пять минут в день будете этим пользоваться, для того, чтобы всё время поддерживать своё здоровье, жить счастливо и долг. Да, как академик углов. До встречи, друзья!